который вот только что получил сертификат европейского транспорционального психотерапевта многолетний труд, он учился у меня, когда я вел еще профтранспорционный тренинг много лет и затем на большой программе в Казани, которая иду по транспорциональной психотерапии там, наверное, 10 или 12 лет прошло, а 14 семинаров прошло в Казани уже так что много лет МАС ведет авторские программы по транспорциональной психотерапии и он расскажет о своем понимании лечения зависимости на более эффективных лет Пожалуйста Всем здравствуйте Покажу немного сегодня Я буду несколько презентаций слайд использовать, вам наглядно показывать о том, в чем стоит моя работа, наша работа, наши команды что мы делаем, как мы понимаем транспорциональную наркологию Этот термин появился достаточно уже давно, уже точно где-то больше 10 лет назад транспорциональная наркология И что же такое транспорциональная наркология? Это транспорциональный подход, как мы все догадываемся Возвлечение наркомании и алкоголизма как видов духовного кризиса Мы все хорошо знаем историю работы Кристины Гроф, супруги столицы Грофа И ее такую очень известную книгу, как «Жады целостности» или же «Наркомания как духовный путь» Она, наверное, одна из первых заговорила о зависимости как в духовном кризисе И об отношении к этой проблеме не как к болезни, как, в принципе, вся относится к психотерапии и тем более транспорциональной психотерапии не как к болезни, а как к симптому исцеления К которому спонтанно ведет болезнь зависимого человека Ну, кратко, да, что такое зависимость? Это не только хроническая потребность человека в алкоголе или наркотика Это зависимость от привычного состояния влияния среды И болезнь не только отдельного человека, но и всей его семьи, но и не только семьи, но и всего общества, наверное, в котором находится зависимый человек И поэтому мы уже давно в этом убедились, пройдя, наверное, уже путь столетней наркологии, которая существует во всем мире И это как по специальности достаточно молодая специальность, наверное, и тем более транспорциональная наркология, наверное, одна из самых молодых наркологий И поэтому мы разделяем так называемую транспорциональную психотерапию и наркологию как не только к отдельному подходу, но и как подход, который мы можем интегрировать в комплексную психотерапию зависимости И не только можем, но и обязаны интегрировать И все мы уже знаем, терапевтическая работа в рамках транспорциональной психотерапии Это работа с глубокими слоями бессознательного И путь достижения глубоких слоев, главным образом, телезамерненное состояние сознания И при лечении, реабилитации зависимости, это как нигде, как в другой даже транспорциональной психотерапии, других расстройств психических, пограничных, кематических Именно в реабилитации, лечении зависимости, это как нигде наиболее выражено Потому что для зависимого человека измененные состояния сознания, необычные, это привычное дело То есть он, как никто, знаком с измененным состоянием сознания Человек зависимый к ним конструктивно, наверное, даже спонтанно движется Но достигает он их путем изменения сознания, как мы знаем, неконструктивного То есть попадая в ловушку зависимости, которую дает алкоголь или наркотик, вызывает те же самые трансцендентные состояния, как мы знаем Похожие, которые человек получает и при духовно-мистическом опыте И действительно, человек, страдающий алкоголизмом, героиней зависимостью, опятной зависимостью Действительно, выглядит в какие-то моменты как будто просветленным Он даже чувствует это Мы можем даже видеть это из творчества знаменитых, писателей, музыкантов, художников Есть такая песня у Агата Кристи, да? Все знают такую группу Есть такая строчка в одной песне На ковре самолете мимо радуги мы летим, а вы ползете, чудаки вы чудаки Знаете, да, такие строчки? Есть О чем это говорит? Человек, если мы говорим даже о опятной наркомании Человек, употребивший такой сильный вид наркотиков как героинь Испытывает настолько трансцендентные чувства Не только удовольствие на уровне биохимии, не только эйфории То есть, да, зависимость от опята формируется не из того, что, как мы говорим в наркологии и медицине Нарушается нейромедиаторная система, лимбическая система Что мы нарушаем эгофаминовый синтез И не хватает гормонов разности А впоследствии есть такой порочный круг в наркологии и медицине То есть, в большинстве случаев не из-за этого А из-за того, что человек испытывает настолько духовное пробуждение В кавычках, наверное, да? Что потом, весь остальной мир за окном Для человека употребившего опята Он настолько становится серым То действительно, то удовольствие и тот эффект, который дает наркотик Он в мире больше ничего не может это принести То есть, никакой секс То есть, а... А, вы забираете, да нет? Вы всё-всё-всё забираете Извините, пожалуйста, просто... Я держу, держу И человек попадает в зависимость психическую намного сильнее, чем физическую Потому что те ощущения, которые он испытывает Ну, их невозможно описать То есть, сам даже опятный героиню команды их не может описать То есть, ничего в жизни, казалось бы, больше ничего такого эффекта дать не может Ихти в духовную практику Вот хоть ты тресни Да, вот? И это действительно так Как бы мы его там не заменяли, там, где-нибудь там, десятками практики Вот, действительно, есть такое вещество Которое даст такой опыт воссоединение, там, с космосом, область, бложественным С собой Которое потом невозможно идти ни в одной практике Ни в одном займите Ни в одном веществе Ну, если он, там, не применяет заместительную терапию В виде метадона, да, Которого врачи активно используют А потом в США Впоследствии в России Очень часто клиентами реабилитационных центров Часто становятся зависимые С так называемой благополучной семьей Где родители решают свои проблемы за счет детей Осознанно, неосознанно Спасабливаем под себя Как не только в семье зависимых Но и в целом при психических проблемах При больших психотических проблемах При тяжелых психических расстройствах То есть, семья, окружение, общество Но будут осознанно, неосознанно поддерживать Зависимого в стремлении И продолжать потреблять эти вещества И страдать от заболеваний Ну, как мы знаем На специальной конференции Некоторые слайды будут пролистывать Мы об этом все знаем Хорошо это уже понимаем Что трансовые состояния На протяжении многих лет Использовались для выживания Для творчества, для прозрения И в том числе для удовольствия И те вещества Которые использовали наши предки Издревле Культурально Так называемые шаманские Священные растения Обладают очень сильным воздействием Как на физическое состояние человека Так и на психическое И в принципе Если мы говорим о растениях И вообще о веществах Изменяющих состояние сознания Разделяются вещества на так называемые Изменители сознания Биохимические все вещества И на проявители сознания То есть часть вещества Не изменяют состояние сознания Опиаты, алкоголь, кофеин, никотин Они изменяют состояние сознания Даже кофеин А есть вещества, которые присутствуют В некоторых растениях Насекомых Некоторых животных Которые Не изменяют состояние сознания А проявляют И на латык перевелит слово Как Психоделизм 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 То есть даже проявляющие Даже не сознание А душу Всегда словно переводить Вещества психоделики То есть они Не изменяют А проявляют Служен катализаторами То есть То, что есть внутри человека Поэтому они воздействуют На всех по-разному Не универсальны В отличие от опиаратов Никотина, глипфида И всего остального Немножко забегая вперед То есть Мы говорим, что Трансовые состояния Достигались Как за счет Специальных практик Различных инструментов Связанных С различными духовными практиками Так и за счет Всех различных Шаманских Видов растений И так называемых Энтеогенов Трансовые Как достигались Трансовые состояния И что же такое Инициация В нашем обществе Которая Проводилась Всем То есть У наших предков Которые Было И сейчас У сотен племен Которые Сейчас Даже Нашу Существуют На многих Континентах Те Племена Которые Живут До сих пор Таким строем У них Остались Все виды Инициации Те виды Которые Они Использовали Что же Происходит Во время Инициации Мы тоже Многие Уже знаем Во многих Инициациях Страдает Материя Человека То есть Некоторые Инициации Настолько Физически Причиняющие Боль Что Страдает Материя Инициированного А Материя Мы знаем Происходит Слово Мать Материйское То есть Инициация Служит Для того Чтобы Отделить Сознание Инициированного От Сознания Того Которого Мы получили При рождении То есть Которым Были связаны С родителями С нашими Предками И когда Символично Страдает Материя В некоторых Инициациях Очень жестко Когда В некоторых Инициациях Железными Крюками Проказываются Грудные Мышцы Выживаются Спины На Желуде И Подвешиваются К потолку Они висят Получасов Их Снимают По деревне Не Не все Инициации Выживают При таких Общих Инициациях В бане Тимаскар Индейских Которые Сожжают Жаркую Баню Тоже Могут Полдня Сутки Держать Для того Чтобы Вызвать Измененное Трансовое Сознание И Таким образом Повлиять На Осознание Таким образом Для того Чтобы Вызвать Сепарацию Отделение Уже По Завершении Инициации Конечно Общества В которых Существуют Инициации Не имеют таких проблем С психикой Соответственно С физикой Тела С психосоматикой Тем более С зависимостями И Те Вещества Растения Психодели Гентоагены Которые Применяются В современном обществе Для лечения Психических расстройств Зависимостей Конечно Культурально Использовались И используются Этими Именами Не для лечения Так сказать А если наше Скоро сказать Для профилактики Для того Чтобы Перейти Этот уровень От инфантильного Детского сознания Более Трелые И Действительно Многие самые древние Виртуальные практики Шамонизма Связаны с использованием Мощных дыхательных сессий И помощи Звукофона На фоне Барбана Огое И других практик От культуры К культуре Все виды Вхождения В трансовое строение Они отличаются Да Есть Места на земле Где Применяются Только Духовные практики Инструменты Есть Растительные Психоделики То есть И Этому способствовал Конечно же Местность В котором Проживало Это население У кого Надо сказать Что было И Кто какой опыт Имел У своих предков Если говорить О Духовных практиках Я Из Города Казани То есть Я такая Мусульманская Республика И У нас Еще Да У нас Остались И существуют Суфийские мечети Суфийские 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 Остались В Татарстане Да Суфийские мечети Есть Ну это Пример Звука Нет Это Судя по всему Турции Да Да Это Стамбул Одна из крупных мечетов Стамбул Где происходит Зига Звука Не слышали Но С воспеванием Имени Аллаха Проходит Суфийский Зига При глубоком активном дыхании Ну Все Да Например Знали Видели Что такое Суфийский Зига Как это происходит То есть Такой Вот Один из Примеров Духовной практики Используем Мощного дыхания Духовной практики Используем Духовной практики Духовной практики Будет находиться Вот Да По словам Владимира Майкова Наша жизнь устроена так Что мы понимание Оцениваем что-то Лишь пройдя некоторый путь Преодолев некоторые преграды Причем мы сегодня с утра уже говорили Да Пройдя путь героизма И только тогда Когда мы можем что-то осмыслить Собрать это воедино В процессе пути Образовав новые ландшафты Переживания И органы сознания Используем 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 Из работы Зависимых Как мы это видим Да Что Человек Зависимостью Который Дожил до более Зрелого возраста 30-35-40 лет Его 40 лет Имеет Шанс на выздоровление Гораздо больше Чем Зависимые 15-20-25 лет То есть Понимание Того Что происходит Во время лечения Реабилитации И Готовность К психотерапии Она появляется Тогда Когда человек Имеет опыт Действительно Когда он имеет Эти знания То есть Без знаний Не на что Психотерапии накрутить Вот И Ну почему Это Работает В племенах Когда они Мальчика Они работают Например В самом деле Общество Конечно Из-за нашего Воспитания Из-за семьи Нашего Устроения Менталитета В котором Мы Воспитываемся И Там Как мы говорим Уже Этого мальчика Юношу Успели Отсепарировать И Мальчик Юноша Успевает С раннего Возраста Начинать Психически Зрелое Своё Развитие Этого В нашем Обществе И сейчас Идёт Такая Тенденция Как раз К Занижению Возраста Психического Возраста То есть Когда В Европе В России В том числе Юноша Мужчина В 20 22 Года Считается В современном мире Еще Наверное Подростковым В противовес Тому Что Грозный Взял указание В 22 Года Что там История Владимира Это В современном Обществе В этом Возрасте Что Из себя Представляет Население Да Это не те люди Которые Могут Сделать Революцию Да То есть И все Наше общество А все наши Молодые Тенденции Конечно же Это Усиливают И вот Сегодня Павло Шаман из Калифорнии Он говорил Про Как раз Карабиноидную Революцию Про Легализацию Малихуана Калифорнии Для Рекреационных Целей Действительно Здесь Непонятно Да На самом деле А Правда Ли это Медицински Культурально И для чего Это делается Потому что Авторитет Таких Растений Как Марихуана Действительно Он Утрачен Он Сейчас Уподобился Как Рекреационному Веществу Не как Сакральным Священным Растением Которые Легализуют Есть Плюс И Минус Конечно В этой стороне Веществ Ну Я думаю В этом Еще Надо Долго Разбираться Но Это Точно Не Для Наши страны Ты Так Думаете Нет На самом деле Я так Не думаю Но Хорошо Хотя бы Чтобы Так Небольшой Отзор Раз Мы Заговорили То есть Наверное Я сейчас скажу О том Что Как я Это вижу А в конце Я уже Приведу Как Реабилитацию Проводим мы В нашем Центре Как я вижу Какой Должна стать Реабилитационная Программа Мы Немножко Помечтаем Что Можно Привести В нашу Программу Лечение Реабилитации Зависимости Если бы Мы Имели Такую Возможность Что-то было бы В нашей стране Не запрещено Вот Небольшой Обзор Об основных Так называемых Психодемических Веществах Которые Уже Давно Известны Часть из них Применяются В развитом мире То есть Очень много стран Уже Реабилитируют Реабилитируют Эти вещества Вновь После тех Работы сделаны По применению Ветамина СД Псилоцелина ДМТ Искалина И богоина О некоторых я Скажу Скользь И на такое вещество Как и богоин Я Позволю Время Более подробно То есть Это то вещество Которое Мы Работы В рамках нашего Реабилитационного центра Используем За эти два дня конференции Подходило Ко мне Десятых человек И спрашивают А как То есть Как вы Это делаете В действительности Ибогоин Он не запрещен На территории Российской Федерации Очень много Спорной информации В сети Интернет Конкретно Вещества Ибогоин В списке Запрещенных К использованию На территории РФ Это вещества Нет То есть Есть Список Назваемых Токсических Веществ Которые Могут Причине Вред здоровья Туда Относится Белодон Дурман И десяток Других Токсических Растений Которые Могут Вызвать Интоксикацию Отравление Они Не запрещены Там же Красные Мухомутки То есть Если мы даем Человеку Такое Вещество Растение То есть Мы можем вызвать Интоксикацию Отравление Но тем не менее Ибогоин И этот список Он Там расширенный Туда еще Можно Принести любое Вещество Наши законы Идут к тому Чтобы принять Закон о том Что будут запрещены Все вещества Изменяющие сознание Потому что Не успевают За запретом Синтеза Новых Различных Видов Наркотических Веществ Как мы знаем На сегодняшний день Многих видов Спайсов Солей Поэтому законодательство Думает о том Чтобы Сделать Общую Строчку Так называемую О том Что будут Вещества Изменяющие Но Юридически Пока не могут Это сделать Потому что Иначе придется Запрет Подогнать Большинство Веществ Которые Растут В поле В нашей полосе Которые используются Как лекарственные растения Большинство Людей Сеуридически Пока это сделать Не могут Пока На территории России Мы можем Работать Веществом Как Ибогаин Есть люди Которые Не слышали Никогда Это слово Не знают Что такое Чуть дальше На этом Подробнее Остановимся Есть Одинный Слайд В этом году В неврологическом Вестнике У нас В Казани Была Статья Очень хорошая По китамину Одного Из Врачей Из Хорватии Которые Сделали Обзор Там Есть Центр Трансформационной Терапии В Хорватии Которые Работают В том числе С витамином Работать С витамином Мы можем Знать По Трудам Нашего Известного Нарколога Российского Евгения Крупицкого Тоже Ученика Какое-то время Учился Сотрудничал С Владимиром Майковым Трансформационной Ассоциацией Делали Работу С Германом Карельским Тоже Одним из главных Трансформациональным В России По Витамину Есть книжка У Евгения Крупицкого Он там Сделал Обзор Они сделали Исследование Когда Этот препарат Ушел Даже Из Практики Анестезиологии Рематологии Медицины Из-за своего психотерического Эффекта Во всем Мире Работы Которые Проведены С гетамином Доказывают Его Огромную Эффективность В лечении Реабилитации Зависимости Да Если не брать Нашу страну Как я сказал Уже Часть европейских Стран Реабилитирует Это вещество И начинает Использовать Для лечения Зависимости И Вот Хорватский Специалист Сделал Выводы О том Что Это вещество Очень эффективно При Курсовом Использовании Человек Находится Тоже В рамках Реабилитационного Центра На протяжении Месяца Двух Трех И Получает Это вещество Ветамин В курсовом Лечении Тоже Это все В книгах Расписано И Наш Специалист Сергей Крупицкий Сделал Хороший Вывод О том Что Это Действительно Важное И Успешное Вещество Но Книга Была Запрещена И Труды Дальше Не развивались Но Мы Имеем Такую Терапию За рубежом Если Мы Говорим Ветамин Действует Действует Быстро Показывает Быстро Отечественные Действия Как И Аналог Эмолоколоиды Силоцилин И Репетилкриптомин И Может использоваться В качестве Временной Меры Представляют Дополнительные Возможности Для Поиска И ДМТ Вы считаете аналогом кетамине? Послушай, простите Нет, не аналог То есть Я говорю, что Подобные Вещества То есть Другие алкалоиды Которые Обладают Тоже Психотехическим действиям И Мы сейчас знаем, что Такой препарат Как МГМА Начинает реабилитироваться И уже реабилитированы Во многих странах Для лечения Пост-травматического Расстройства Которое Может быть Причиной Многих Психических Расстройств В том числе Зависимости МГМА Чистый Настоящий Начинают Реабилитировать Использовать И для лечения Зависимости В том числе Тоже очень успешно Кто никогда не слышал Про Такое растение Как и Бога Это Священные ритуальные стени Южной Африки Преимущественно Юго-Запада Юго-Запада Да Таких Кровинцев Как Гагон, Камерур И Конго Африканские Это Вечно-зеленый Сыщий Пустарник Зависимости Который Можно Действительно Десяти метров Вот Также Используют Молодые деревья Пустарники Для Лечебной цели Магическая ценность Растения Находится Во втором Слое Коры Корня Этого Пустарника Не используется Все дерево Используют только Корень И именно Второй слой Коры Этого корня Используются Растения Используются В Африке Тоже очень давно Традиционные Африканские Религии Бивити Которые Вся Весь этот Культ Бивити Кружится Вокруг Этого Построен На приеме Священного Растения Если мы говорим Расперстанальным языком Главное В истории Религии Как раз Духи Боги Вот Таким языком Итрируем Духи Боги Показывают Человеку Все его Грехи и Плошности Он требует Этого Изменинства Если мы говорим Таким Духом Психологическим Дальше Мы говорим О биохимии Как воздействия Бога Нам везли Человека Витью Витью Да Тут вот Да Если была Колонка Я не включил Какой Бога Звук А то Музыку Используют Приемы Донастения Счастье Мы Уже Говорили Об инициациях Да До Обряда Молодой Человек Не может считаться Взрослым И после Ритуала Посвящения Инициируемый Становится Боанзи Тем Кто Увидел Другое Да То есть Прием Боги Связан Не только Сенсации В культе Грите Но и Различными Определенными Праздниками И В том числе Для Периодов Когда Идет Охота То есть В определенных Количествах И Бога И Он Стимулирует И дает Другое Видение Прием И Поэтому Люди Под действием Воротность Может Охотиться Бегать Весна Сутки Двое Торо То есть Так Может Использоваться Богоим В нашем Развитом мире В нашем Западном Впервые Попал В конце 19 19 Века В Европу И Во Франции Начали Выпускать Ну Начали Использовать Экстракт Коре Для Лекарственного Препарата Который Назвали Города Африканского Начали Использовать В качестве Афродизиака Потому Что В определенных Количествах Обладает Этим Свойством И Начали Его Рекламировать Как Средство От Импотенции Преимущество Использовался Сперва Мужчинами Для Лечения Такого Расстройства Но Быстро Потерял Популярность Потому Что Мужчины Начинали Им Злоупотреблять Не Таблетку Завтра Опять Например И Впадали Переживали Полное Путешествие Мистическое Чего Не хотели Вот Была фраза В то Время В те годы Популярное Что Импотентом Я быть конечно не хочу Но и медиумом Становиться не собираюсь То есть И Препарат Стал Быстро Популярным Его Выпуск даже прекратили Использовался В 1890 Каком году Во Франции Во Франции Да Потом взяли его На вооружение Спортивные Комитеты Спортсмены Потом Его внесли В допинговый список Сейчас В списке допингов Небогаин Гидроклорид Есть То есть Его нельзя Спортсменам Нельзя Да Без квалификации Так Он типа Кокаин Действуется Нет Это не психостимулятор Он действует Более Похоже на Психодерик Но Психодерическим веществом Потому что Он Не похож Не на Один Спортивных Гитамин Да Это Особое Растение Которое Вызывает Действительно Особое состояние сознания Даже Непохожим Психодерическим Поэтому Его Относит Макенов Писал Так Происходит Церемония Вите Играет На Инструменте Один Из Соплеменников Такой Инструмент Одностронный Звук Звук Наверное Переведем На Проект Будет Не слышно Действие вещества Может В отличие От Кислоты Длиться Может Не пять Восемь Десять Часов А Сутки Двое Трое Суток Да Меняются Соплеменники Инструментом Инструментом По-разному Иногда Играет Полчаса Иногда Инструмент Инструмент Передают Это Дело Не Один Человек Во Бряде Инициации Участвует Все Плени Мужчины Женщины Как Христианстве Нельзя Управить Растение Руками Не трогают Шаман И Что Отличает Ибогаин От всех веществ Которые Вы знаете Ибогаин Из Пшеницы Из Айапуаски Из Волшебных Грибов Из Пиота Все Имеем В лаборатории Все синтезировали Багаин Игра Слорит Иссоорит Не смотришь Поэтому Применяется Только в чистом виде Ну вот Либо в чистом виде Коры Либо экстракта Из этой коры И такой вот Выпис По рецепту Да Этого Препарата У нас В России Зарегистрировано Нету Минезерам Фаракомпания Оно не используется Официально Его в стране Конечно у нас нет Те, кто Его Хочет найти Вот Мы Предлагаем Терапию В нашем центре И вот Четвертый 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 год То есть как мы начали работать С КГИ В России Насколько я знаю На сегодняшний день Центров Клинических Которые Используют в клинических условиях Именно врачи Кто Используют КГИ Больше нету Слушайте, а как вам это удается Если Запишем Запишем Не запишем Не перебивайте Удайте Нет, вопрос хорошо Вопрос Сказался Давайте Мне так будет легче Чем Как нам дается Не знаю Есть такое слово Энтузиазм На энтузиазме Делаем То Что Больше Мы Выписываем Заказываем его Из Африки То есть есть Центра Которые Выращивают Ибогаин Его упаковывают Отправляют Экстракт Ибогаин Например делают Во Франции То есть Франция заказывает Кору Этого дерева Из Габона Из Камеруна Экстрагируют То есть И чистый экстракт Мы уже заказан из Франции Да То есть Ибогаин В самом деле Во многих странах Именно Бакова Например Вот Эти баночки Они Вот Мексика То есть Для использования В Мексике Например Ибогаинных центров На сегодняшний день Если верить информацию в интернете Более 70 Багаиновых центров Это в мире В мире Более 70 Вот Если вы туда будете гуглить То есть вы там найдете Десятых центров Большинство из них Находятся В Мексике В Африке В Таиланде То есть в таких странах Да Ближайшие к нам Еще есть в Сербии В Белграде Есть сайт Клиники в Одессе На Украине Ну вот И сайт Нашего центра Нашего реализационного центра В Казани Вот Как мы делаем это в центре Как мы делаем это в центре Как мы делаем это в центре Ну и что На Украине играете 20 часов После этого Да Там не получилось Пустите В порядок Да Это Такая информация Где кратко расписано О том Как происходит Революционный процесс У нас в центре Сколько по времени Да То есть Минимальный курс Лечения реабилитации Начинается От месяца Куда пациент находится У нас в центре Как раз мы приходим к тому Как бы Вот В таких капсулах В БГИНах оповываются Так Рассказать про БГИН ощущения Которые он дает Или о том Как мы это делаем Скажите мне Про все Про ощущения Скажите мне Что есть Лучше попробовать Давайте Пока Эта презентация Не включена Расскажу 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 Презентация Пока Включена О том Как Действует ПГИНах То есть Какие стадии Проходят Пока Электрон готов Ну Кому интересно Либо Пфотографировать Либо Потом Могу Есть Даже Разработаны Методички В электронном виде По корректному приему ЭТВИ Нужно будет Можете связываться А это только для зависимости? Для Тибирской Цели нет? Нет Ну конечно не только для зависимости Да Вот Трансформационная тактика Конечно он может использоваться Я же изначально об этом сказал Что те народы, которые тысячу лет используют и Бога Они же ее используют не для зависимости А для инициации Да Для инициации То есть для Ну а для женщин что-нибудь есть? Я понимаю для мужчин инициация Нет На самом деле он используется и у мужчин и у женщин Мужинскую инициацию Преодоление возрастных кризисов Да Вот здесь написано Ощущения от ипокаина Как они развиваются То есть так же как и перед многих растений подобного рода Выдерживается диета Полтора Двух Недельно Месячно Это уже в индивидуальном порядке И от того Как больше больше человек На ком находится питание Который факт это зависит И ощущение от принятия ипокаина конечно варьируется По человеку на человеку Очень индивидуально Но В целом разделяет на две фазы Процесс Даже То есть первая фаза Это нейрофимическая Так называемая Сноподобная То есть то что мы называем Трипл То есть когда человек находится на протяжении Многих часов От нескольких До суток Двоенной системы От концентрации Количества Принятого Вещества В этой нейрофимической фазе И Может Видеть Достаточно Много Образов Но В отличии от Других Веществ Эта Нейрофимическая фаза Она имеет Своя Оттенка То есть это Три просмотра Всей своей жизни Как На кинопленке То есть Человек Видит Миллионы и миллионы Кадров Из своей жизни Человек Проходит Цесс Он говорит И Не Возможно Возможно Вроде 30-40 лет Я даже вспомню Чуть не могу Ну Три Десять Воспоминаний Когда Человек находится Пять Десять Десять Часов И Выражает Миллионы Кадров Которые Происходили В жизни Естественно Это Путешествие Очень Насыщенное Перепрожить Конечно Столько Кадров Из своей жизни И Часто Люди Которые Проживают Эти Кадры Они Рассказывают То Как В фильме Матрицы Когда Не Пал в комнату Телевизор Они Показывают Моменты В своей жизни Люди Наши Описывали Как Настоящая Старая Киноплёнка И В каждом кадре Какая-то ситуация В его жизни И Человек Сознательно мог Останавливать Эту ситуацию И Входить В нее Оказывается Какого-то Из Эпизода В своей жизни Чтобы Был Наблюдатель Эпизода Говорит Я попал В 3 года Или в 5 лет Сижу я Тут Родители Идет общение Или Какая-то Ситуация Я На все это Смотрю Но уже Сознательно Понимаю Что происходит В том возрасте Я не понимал Что происходит Вокруг А сейчас Я уже попал И уже С своим опытом Уже могу Перепрожить Эту ситуацию Принять Три вида Которые Практически Помощных действий Не имеют Использовать физически Человеку Достаточно Комфортно Когда мы Можем Минимизировать Рвоту И все остальные Неврологические нарушения Трудность Трудность Похолодки Невчения Среднения Головокружения Низкое давление И все остальное Ну и конечно Это вещество Достаточно Такое Более Серьезное Достаточно Тяжелое В отличие От Других Веществ Которые Можно Применять Краткосрочно Как мы говорили Про другие Вещества Да Очень быстро И без таких вот Побощных эффектов На организм Ну не побощных эффектов А таких вот Метов Которые Могу Достаточно Прочнее Хотел узнать Какие-то Выездные Сессии Скажем Для студентов Для слушателей Курса По трансперсональной Психологии В МИП Мы никогда Не проводили Это В группе Как проводятся Многие Вещества Растения То есть Только Индивидуально Ну По информации в интернете Я знаю В Европе Находим в прошлом году Что Одна Женщина В Европе Собирает Друговые процессы То есть Как брак Семена Проводятся ежегодно Такие же большие Европейские Международные конференции По ИБГИНО В этом году Не знаю где будет Она тоже осень В прошлом году Была в прошлом сентябре В Астрии В Вене Каждый год Тоже кочуют по разным странам Международные конференции По ИБГИНО То есть Отдельная конференция Тоже сотни стран Именно Именно По ИБГИНО Здравствуйте А как После Психозы НЕКТУ? Вот Сейчас Секундочку Вот Скриншоты Как раз Этих сайтов Вот Блог БГИНО Есть такой сайт И вот БГИНО-конференция 2016 года Вот в Мексике была Ну Для того чтобы Найти кому интересно Вот Европейские БГИНО-конференции Книги Которые по ИБГИНО-конференции Написаны В США И в Канаде Реабилитация не работает ИБГИНО-конференции Да Вот Одна из таких книг Так Что Психоз Или что Спасили После Как вообще Это Как Психоз Может быть И без приема Да Но я думаю Что После Например Не хорошо Это Пускай не говорим Но После Психозии Там Процент Да Мы говорим о том Что Прием Таких Веществ Усиливает Вероятность Даже Обычные Рекланы Конечно Есть Такая Предрасположенность У некоторых людей Соответственно Эти По Человеку Конечно Видно То Что Приморбит Тоже Десятки Психозов Мои коллеги Врачи Другие Тоже Других Городов Которые Периодически Госпитализируются В психиатрической клинике У людей Восхвалтрубное дыхание Перечислить С ним Списываемся Шутим Хватит Уже Общаемся Хорошо Несмотря на то Что Он случится Как с ним Может и случиться Смотрите Да Поэтому Тут конечно Алибидоин Как и другие вещества Не для всех Конечно А это зависит от дозы? Сколько человек Возможно Разъяснение психоза? Да Я думаю Что это от дозы Не зависит Конечно Я думаю Что от дозы Насколько он подышал На холотропную дыхание Тоже не зависит Да То есть он вдохнул Там Чуть-чуть и уже Десять раз Или он подышал Два часа Тоже конечно Даже наверное От эгоина Не зависит И от эгоина Психоз Да Мы не можем Больше приватно Связать Да Странно Что из эгохолотропной дыхании Ну Психиатры с критикой Тоже конечно Понимают Ну В этой связи Кстати Может быть у вас просто была вот Ач-пяточка Такая небольшая Диметилтелектомиты Постравматики не используют Собирают Используют Конференция МЭПС Я сказал про Эмгемы Я не сказал к НТ Я сказал Эмгемы 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 используют Я же сказал к Эмгемы 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 Да Эмгемы 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 Конечно Люди Которые принимают самостоятельный Богоим Могут идти в глубокую депрессию Не знаю К нам такие люди Обращались И потом самостоятельно то есть где-то приняв, или же для какого-то рекреационного использования, для экспиренса, просто для какого-то удовольствия. Есть и формы ИБГАИНа, где люди пишут, выпил вина, и ещё принял ИБГАИН. Если большинство существ как-то друг с другом совмещаются, как-то потенцируют друг друга и могут вызвать какой-то... Она уже заканчивается на перерыв. Может быть, я не видел это вещество в списке вот этих психоделиков работы с кошами и с наркоманами. Там и мискалин. Мискалин для наркоманов и алкоголиков ни в коем случае использовать нельзя, в силу того, что у наркоманов, как правило, гепатоз, а алкоголик, как правило... Гепатоз у алкоголиков, гепатит у наркоманов. Мискалин жутко действует на печень. То есть она просто в тонус входит. ИБГАИН тоже не пататоксичен. То есть, когда мы проводим лечение, мы проверяем печень. Мы делаем романтипечень, мы проводим... С мискалином это особенно? Нет, я вообще просто хочу не возговорить. Мы только поговорим о том, с чем мы можем работать. Я весь список написал. Да, с чем мы можем работать, только о том я говорю. И уже подводя итог, конечно, реализационная программа, она не движется на ИБГАИН. Она работает только в комплексе с психотерапией, в нашем центре с классическим, с классической программой, в 19-шаговой и всем трансперсональным арсеналом, которые мы имеем. Вопросы? Продолжительность этой программы и ее стоимость? По стоимости у нас есть все на сайте. Если мы буклетик взяли, то продолжительность тоже в буклете расписана. Ну, я сказал уже, что он начинается от месяца. Ну, это вот такое, конечно, достаточно размытое понятие. Потому что пациенту нужно находиться до полгода, до года уже индивидуально. Все остальное неформально, у нас уже следующий докладчик в перерыве. Спасибо большое, Марс. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ